До этого дня я никогда не видел или не обращал внимания, как цветет черноплодная рябина. Вот, посмотрите. Вот, видите. Да, я впервые такое вижу. Вот. Но я правда жжу эту черноплодную рябину. Видите, какие листы. Кто-то ее кушает. Особенно вот снизу. Вот, видите, раз. Вот, ее жжут, прям в наглое жжут. Эти листья, видите, что происходит. Это даже меньше фокусного расстояния камеры, но жжутые вообще-то вообще. Это самый необычный цветок. Кроме, пожалуй, вот этих вот мыльников. Ну, тут вообще мыльники, да, вот мыльники, еще лунария. Лунария не растет у нас. Это вообще самое необычное, что может быть. Особенно лунария, которая жевает по два раза в году. Вот. Так же готовится цвести за жасмин. На живых ветках. Тут мало живых веток, но... Вот. Скоро он будет цвести. И это будет вообще суперски. Я надеюсь, я покажу, не забуду, как он будет цвести. Так, вот тут. Тут все в этой, да, в малине и клубнике все вот там впереди, видите? А вот эта штука тоже цветет. А у нее, насколько я понимаю, у нее сладкий сок вот эти вот брали, вот эти вот собирали, да, на сок, типа, да? И вкусный, типа, да, сладкий такой сок у этой хрени. Я уж не знаю, как она называется. Вот, вот эта хреновина. Но я уже сейчас ничего подобного, как в детстве, повторять не буду. Вдруг я обсчитаюсь, это не то растение, и тогда у отравления будет речь о чем-нибудь такое. Но вроде как это то самое. Вот, видите, вот такие вот цветы. Вот. Вот тут такие вот они. Вроде это оно, как бы, и есть. Из того, что я не показал, что тут еще на этой неделе дачи. Мышиный горох, видите, растет. Но он ядовитый. Ну, как бы, горох вырастает, но он черный, ядовитый, да? Мышиный горох. Это, типа, сорник такой. А вот муравьи уже ферму из тли, похоже, делают. Вот там. Рыжие муравьи ферму делают из тли. Не знаю. И вот у этих вот клубничин, да, ягоды уже завязались. Видите, цветы отпали. Вот, вот это уже ягода. Вот это уже прям ягода конкретная такая. Без всяких шуток. Так, я еще туда пройду, к отмеряемой территории, то есть, к смородине белой. Смородина белая налилась, видите, соком, да? Уже ягоды крупные. Поспеют они еще не скоро, под осень, но они уже крупные такие, здоровые, видите? Это белая смородина. Вот. Вот, такие дела. И продолжает расти наш этот салат. Он, кстати, более похож на салат, уже листья на салат прям похожи вообще. Вот видите, как я неаккуратно раскидал, но видно, что уже, что это салат. Что это уже салат, что это вкусняшка полнейшая, да? И вот еще какая-то то ли мята, то ли крапива. Вот, салата полно. Единственное, что тут просло, это салат. Потому что тут сажали грядку. Нифига. Тут сажали две грядки. Нифига. Там, смотрите, нифига. Тут лук пророщенный дали нам, да? Лук растет. Лук растет. Тут сажали грядку, вот эту большую, да? У сортира. Вот. Нифига, кроме сорняков. И хрен растет, которые не выкопали. Вот. Вот и все. Вот и хрен с этим всем. Тут малину я повырезал чуть-чуть, чтобы дорожка была тут неудобно ходить. И вот крыжовник. Прошла не неделя, прошло меньше в этот раз, но крыжовник уже вообще большой. Ложица-то, конечно, не скоро, но ягоды уже здоровые я поливаю. Каждый раз приезжаю, я поливаю только его. И еще там салат поливаю. Стараюсь салат все-таки поливать, выращивать все-таки по-настоящему. Они просто ходить тут вокруг и выебываться зря. И что-то ждать, когда что-нибудь будет, что-то не будет там. Вот. Крыжовник он практически скоро будет. Вот. Вот тут я ничего не смог делать с этой травой, я ее выкашивал. Вот эту траву я выкашивал, а толку нет. Никакого вообще. И вообще пофига, что ее косит, что ее не косит. Она потом поднимается и еще круче растет, наоборот. Это очень жизнелюбчивая трава. Ладно, пока, господа. До следующих видео.